В наше время практически каждый человек когда-либо играл в видеоигры. Зачастую их ценят за возможность сделать что-то, выходящее за рамки обычной реальности, что-то, что в нашем мире карается законом или общественным порицанием. Игры уже давно признаны безобидными, влияние их на нормальных людей минимально. Однако игра, о которой пойдет речь сегодня, возможно стала причиной нескольких крайне ужасных и шокирующих событий. Меня зовут Доктор Уолкер. Добро пожаловать в Нуар. Объект номер SCP-687. Класс объекта. Безопасный. Особые условия содержания. SCP-687 следует держать в опечатываемой комнате в зоне 15. В комнате должен быть установлен стол с запирающимися ящиками, стандартное офисное кресло и цветной телевизор с кинескопом диагональю 12 дюймов, а также оборудование для записи и удаленного наблюдения за экспериментами с объектом. В свободное от экспериментов время SCP-687-1 следует отключать и отсоединять от источника питания, а SCP-687-3 убирать в антистатический конверт и запирать на ключ в верхнем ящике стола, на котором установлены SCP-687-1 и SCP-687-2. SCP-687-2 не следует отсоединять от SCP-687-1 во избежание износа кабелей и разъемов. Во время экспериментов SCP-687-1 и SCP-687-2 следует подключать к ИБП, источнику бесперебойного питания. Марки ИБП следует менять на новый после 100 часов наработки. Категорически запрещается привлекать к экспериментам с SCP-687 сотрудников класса D. Смотри инцидент I-687-1. Разрешение на эксперимент дается сотрудникам третьего уровня и выше и заверяется у директора зоны 15. Описание. SCP-687-1. Персональный компьютер марки Commodore 64. Сделанный в 1989 году. Серийный номер S-300. Судя по внешнему осмотру, оборудование не подвергалось модификациям. Все детали компьютера получены от оригинального поставщика. SCP-687-2. Дисковод Commodore 1541. Для дискет 5,25 дюйма. Сделанный в том же году, что и SCP-687-1. Серийный номер S-300. Оборудование, как и в случае с SCP-687-1, модификациям не подвергалось и получено от оригинального поставщика. Попытки запустить SCP-687-2 отдельно от SCP-687-1 или вместе с любым другим компьютером оканчиваются неудачей. Устройство не работает. Когда SCP-687-2 подсоединен к SCP-687-1, оба устройства работают штатно, за исключением загрузки SCP-687-3. Смотри ниже. SCP-687-3 – гибкий диск 5,25 дюйма, не имеющий каких-либо пометок или маркировки производителя. К диску приклеена наклейка с выполненной от руки печатными буквами надписью «Документы». Диск читается только в SCP-687-2. Попытки прочитать его на других устройствах оканчиваются множеством ошибок чтения и могут привести к повреждению оборудования. Результаты пассивного сканирования с помощью «Уделено» неоднозначны и дают противоречащие друг другу результаты. SCP-687 может быть загружен в подсоединенный к SCP-687-1 SCP-687-2. В этом случае он читается как нормальный диск. Операционная система определяет на диске только один файл под названием «Нуар». Файл может быть запущен с помощью команды «Load Noir 8.1». При запуске программы «Нуар» тепловыделение SCP-687-1 и SCP-687-2 возрастает на 400%, а потребляемая мощность увеличивается вдвое. Измерительное оборудование, подсоединенное к портам компьютера и дисковода, показывает резкие и непредсказуемые скачки напряжения. Тем не менее, эти аномалии, похоже, никак не влияют на производительность SCP-687-1 и SCP-687-2 и не причиняют им ущерба. После загрузки программы «Нуар» выводится небольшая офичная заставка с надписью «Cracked by the Time Lords». Взлом осуществила группа Владыки Времени. Примерно через минуту появляется главное меню программы. Надпись сверху гласит «Нуар» — остросюжетное приключение от Games. Все права защищены 1980 год. Никаких сведений об игре с таким названием выпущены Games. Нет. Нажатие кнопки «Пробел» запускает игру. «Нуар» выглядит как текстовое приключение, жанр которых был популярен в те времена. Похоже, что лексический анализатор игры понимает любую осмысленную команду на английском и даже способен правильно воспринимать слова с опечатками. Вдобавок, территория игры, судя по всему, ничем не ограничена. А в ответ на соответствующие запросы игра выдает описание окружающего мира в таких подробностях, которые не должны быть возможны, если учесть емкость носителя и памяти компьютера. Также в зависимости от игрока меняется и место. Новый игрок помещается в случайным образом выбранное место, а тот, кто играл в игру ранее, возвращается к тому моменту, на котором прекратил играть. На данный момент все предоставленные игрой места относятся к городам США между 1923 и 1942 годами. С помощью команд «Look at self» и «Inventory» можно убедиться, что персонаж, управляемый игроком, выглядит так же, как и он сам, и так же одет. Также у персонажа при себе будут все вещи и предметы, которые держал при себе игрок на момент начала игры. Игра потекает в свободной форме и не дает никаких подсказок, которые приблизили бы игрока к выигрышу. Тем не менее, в игре ведется подсчет очков, текущее значение которых выводится на экран после каждого действия. Очки могут начисляться и отниматься. Максимального или минимального значения пока не обнаружено. На сегодняшний день максимальный результат, а минимальный минус. В случае гибели персонажа очки сбрасываются в ноль, а на все введенные. В таком команды в этом и всех последующих сеансах игра отвечает «Это невозможно сделать, вы мертвы». Во время игры с игроком не происходит ничего аномального, по крайней мере того, что можно засечь. Когда же игрок засыпает после сеанса игры, в фазе быстрого сна ему снится необычайно красочный сон, в котором он переживает события, развернувшиеся в ходе игры. По ощущениям, сон не отличается от реальности. В отдельных выдающихся случаях на телах игроков проявлялись ранения, нанесенные их персонажем в ходе игры. В качестве примера можно привести подопытного, у которого из-под ногтей текла кровь после того, как он пытался выбраться из багажника, тонущего в ривер автомобиля, и не сумел. Другой обратился за медпомощью с крупными синяками на лице и растяжением продольных связок позвоночника после того, как ему приснилось избиение озлобленным офицером полиции. А третий был частично парализован, пережив во сне расстрел в ходе карательной операции бандитов в Чикаго в 1929 году. Обычно эти травмы скоро проходят, даже в тех случаях, когда сны оканчиваются смертью. Но при этом высока вероятность психических травм, которые в этих случаях бывают даже серьезнее, чем если бы человек пережил подобное в реальном мире. Это вызвано в основном отсутствием свободы воли во время сна и тем, что спящий заранее знает, что с ним произойдет. У всех пострадавших было полное ощущение реальности происходящего, даже с учетом того, что они знали, что это воспроизведение событий из игры. В случае, если гибель персонажа сопряжена с насилием, сон может повредить психике игрока настолько сильно, что может развиться иллюзия нереальности реального мира. Люди, испытывающие ее, воспринимают происходящее с ними, как сон или нахождение в чистилище. С клинической точки зрения эти физиологические и психологические реакции на пережитые во сне события являются нормальными. Если принять на эту гипотезу о воздействии игровых событий на историю нашего мира, смотри протокол экспериментов 687А. И смысл теории о том, что события, переживаемые игроками во сне, побочный эффект от наложения воспринимаемых ими событий на объективную реальность всего дня. Приложение 1. Протокол экспериментов с SCP-687. Опыт 005. Процедура. Подопытному выдан самозарядный пистолет калибра .45 без патронов, а также инструкция начать игру и последовательно вызвать команды инвентарь и брось пистолет. Результаты. У персонажа игры при себе имеется незаряженный самозарядный пистолет калибра .45 той же марки, что выдан субъекту. Команда Dropgun приводит к тому, что персонаж кладет пистолет в находящийся рядом мусорный бак. После этого подопытному приказано выйти из игры. Выданный пистолет по-прежнему находится у подопытного. Пистолет был изъят и возвращен сотруднику организации. Опыт 006. Процедура. Сразу после опыта 005 подопытному выдается коробка патронов калибра .45 и инструкция возобновить игру. Результаты. Персонаж появляется на том же месте, где игра была остановлена в ходе предыдущего опыта. Подопытный набирает команды Pick Up Gun, подобрать пистолет и инвентаре. У персонажа в инвентаре появляется оружие и патроны. После того, как пистолет был заряжен, счет игрока увеличивается на 10 очков. Пистолет по-прежнему находится у сотрудника организации. Опыт 007. Процедура. Подопытному, чей персонаж владеет заряженным оружием, дана инструкция набрать команду Shoot Myself, выстрелить в себя. Результаты. Персонаж стреляется, счет игрока сбрасывается в ноль. На все дальнейшие команды игра выводит сообщение «это невозможно сделать, вы мертвы». Подопытный разочарован, но не претерпевает никаких изменений. На следующее утро подопытный просыпается в изрядном смятении, дрожит и плачет. На вопрос о причине беспокойства подопытный отвечает «я не мог остановиться». Опыт 015. Процедура. Подопытному, чей персонаж пребывает в городе Штат, в 1930 году, дана инструкция дать объявление с текстом «доктор лох» в газету. Результаты. Подопытный набирает команду «place ad in» газет that reads doctor is a loser. Дать объявление в газету текстом «доктор лох». Игра анализирует команду и выдает пять страниц текста, описывающих примерно три часа игрового времени, в которые входит поездка на автобусе в редакцию, беседа с девушкой за приемной стойкой и обсуждение текста объявления с редактором. Сотрудники организации отыскали снятые на микрофильм листы указанной газеты от 1 декабря 1930 года, на которых видно объявление «доктор лох». Счет игрока увеличен на 100 баллов. Учитывая, насколько важны полученные результаты, я не стану обижаться. Доктор. Опыт 023. Процедура. Подопытному, чей персонаж пребывает в городе штат. В 1924 году дан экземпляр первого издания книги «Бойня номер 5» Курта Ваненгута в твердом переплете с автографом доктора внутри. После запуска игры подопытному дана инструкция отправиться в банк и поместить внутриигровую копию книги в сейфовую ячейку. Результаты. Подопытный пытается выполнить инструкцию, но персонаж попадает в бандитскую разборку и гибнет под пулями. Чет игрока сбрасывается в ноль. Примечание от 2000 года. В ходе плановой проверки архивов фонда был найден SCP. Аномальный экземпляр книги «Бойня номер 5», полученный в 1947 году в букинистической лавке в Лос-Анджелесе. На внутренней стороне обложки имеется автограф доктора и надпись «Не забыл меня», сделанная человеческой кровью. Почерк второй надписи совпадает с почерком D-678-95. Смотри инцидент Ай-687-1. Приложение 2. Отчет о побеге D-678-95. Инцидент Ай-687-1. Вовлеченные сотрудники. D-678-95. Мужского пола. 27 лет. Социопат. Признан виновным в убийствах Агенты И научный сотрудник доктор Место события. Комната содержания SCP-687. Описание. В течение двух недель D-678-95 очень охотно шел на сотрудничество и суммарно провел в игре 25 часов, что примерно соответствует двум месяцам внутриигрового времени в январе-феврале 1934 года в городе Кливленд, штат Огайо. D-678-95 очень умен и быстро вникает в ситуацию. Пользуется возможностями лексического анализатора игры для исполнения сложных задач с помощью одной или двух команд. D-678-95 дано разрешение на чтение газет той эпохи, а также право иметь при себе блокнот и письменные принадлежности для ведения заметок. За три дня до планового устранения D-678-95 приводит на очередной сеанс игры в SCP-687. Спустя половину отведенного времени D-678-95 вводит неразрешенную команду Do everything written on page 1. Сделать все, что написано на первой странице. После ввода команды на экране прокручивается примерно 150 страниц текста. Доктор, наблюдающий за сеансом посредством видеонаблюдения, отдает приказ прервать сеанс и ввести в действие план борьбы с нарушением условий содержания. Агенты и находящиеся в одной комнате с D-678-95 пытаются обездвижить подопытного и вытащить его из SCP-687. D-678-95 смеется и говорит Опоздали, парни. После того, как на экран выводится последняя страница текста Да, мы удалены. От агентов и а также от D-678-95 не было найдено ни следа за исключением SCP-X. Боже мой. И никто не попытался почитать историю Кливленда в 30-х годах и сравнить ее с послужным списком D-678-95? Наберите в гугле кто-нибудь расчленитель. Доктор Может быть и хуже. Если SCP-687 и впрямь переписывает историю, возможно, что убийства расчленители или, если уж на то пошло, УБИЛИБО. До этого случая просто не существовали. Отныне и впредь сотрудников класса D к этой штуке подпускать запрещено. Опять Действительно ли именно этот объект привел к серии убийств или нет? Остается только догадываться. Игры плотно вписаны в нашу жизнь, и играем мы постоянно. Но если бы что-то подобное попало бы на ваш компьютер, вы вряд ли бы осознали, что то, что вы только что сделали в игре, более чем реально. Может, пора задуматься? Ну а пока вы думаете, советую присмотреться к другим, зачастую на вид, совершенно нормальным вещам. Взаимодействие с которыми ничем хорошим для вас не закончится. Сделать это можно на artscp.com или в группе vk.com.scpfoundation. На этом я оставляю вас в размышлениях. До скорых встреч, уважаемые!